Сегодня 15 декабря 2012 года. И этой записью мы решили продолжить серию репортажей и семинаров, которые посвящены Го-Ракши. С первых же слов хочу, чтобы мы утвердили термины, в которых будем общаться. Го-Ракши. Слово санскритское. Первый слоков обозначает корова. Всем известно это слово по названию мяса коровы Бо-Вядина. В нашем языке сохранены корни ведической культуры, которая изъяснялась и создавала свои писания на санскрите. Но сегодня мы находимся на пороге новой эры отношения человека и коровы. Это уже совершенно очевидно. Через 20 лет можно будет уже говорить о полной смене животноводства в той стране, в которой мы живем. Хотя бы по простым признакам, что за последние три года на территории Украины хозяйств подобных нашему и даже более крупных и успешных организовано достаточно много. То есть практически в каждой области имеется хотя бы по одному хозяйству, которое исповедует принципы Го-Ракши. На сегодняшний момент эти хозяйства даже не являются разрозненными. Поддерживается между ними связь, происходит обмен мнениями, технологиями и прочее. Тема моего сегодняшнего репортажа прежде всего показать людям, тем, которые так или иначе причастны к животноводству. То есть либо они ухаживают за коровами, либо они занимаются переработкой продукции, которую дает корова, либо они занимаются продажей, либо они просто-напросто кушают то, что дает корова. Мне хотелось бы донести до всех этих людей 12-летний опыт проб, ошибок и успехов, которые встретились с нами на этом пути. Ошибки у нас были, ошибки у нас есть сегодня, ошибки будут существовать в будущем. Я считаю, что каждый человек имеет право на свои ошибки, особенно тогда, когда он склонен действовать. Опыт ошибок должен анализироваться друзьями, братьями, грядущими поколениями. Мы все имеем право на свои ошибки и мы все имеем право просто жить. Как живем мы? Коротко. Нам стали доступны ведические писания. На сегодняшний момент это знание не является таким закрытым, как оно было закрыто на нашей территории примерно хотя бы 20-30 лет назад. Согласно этим писаниям, корова является матерью человечества. Корова является матерью человечества. Понять это несложно. Она вскормила огромное количество людей своих молоком. Эти люди ныне живут и здравствуют. И, собственно говоря, их обязанность перед коровой, которая сегодня еще жива, просто-напросто воздать ей должное, как собственной матери. Также нашими матерями является и земля, по которой мы ходим, которая дает нам плоды, которые мы кушаем. И потому выполнять обязанности перед своими матерями мы считаем вполне естественным для живого существа, которое носит имя человек. Вот, перейдя теперь от общих фраз к более конкретным, я не хотел бы сейчас читать лекции, потому что прежде всего я не профессиональный лектор. Я человек, который занят конкретным делом го-ракши, то есть опеки или защиты коров. На сегодняшний момент слово «защита коров» является более актуальным, нежели опека. Опека происходит сейчас в моем хозяйстве. Опека происходит сейчас в тех хозяйствах, которые взялись исповедовать принципы го-ракши, ведические принципы животноводства и земледелия. Но на более расширенном плане, в плане города, в плане страны, очень актуален вопрос именно защиты коров. В сельской местности практически отсутствует культура опеки и защиты коров. Я не стану рассказывать сейчас о том, что происходит в селе с телятами, быками и старыми коровами. Могу сказать лишь одно, что с 2000 по 2012 год украинское поголовье молочного стада сократилось на две трети. Таким образом, мы можем говорить о том, что натурального молока в наших магазинах практически нет. Оно еще сохраняется в разбавленном виде на базаре, но оно полностью сохранено в хозяйствах, которые на сегодняшний момент исповедуют принципы го-ракши. Что делаем мы? Экономика исповедования принципа го-ракши или опеки коров говорит следующее, что за проданное молоко, которое дают коровы, содержать стадо, особенно молодое и стареющее, практически невозможно. Поэтому в нашем хозяйстве развита просветительская деятельность, одним из аспектом которых является сейчас этот репортаж. Мы стараемся просвещать людей в том плане, что если городской человек сегодня не пожмет руку крестьянину, который ухаживает за коровой, крестьянин в конечном итоге, грубо говоря, вынужден будет уничтожить корову. Для того, чтобы сегодня мы на своем стадии имели натуральные продукты, настоящее молоко, настоящие сыры, твердые, твердоплавленные, город должен объединиться с селом. Усилия по сохранению жизни коров, поддержанию их благосостояния, принесут благо всем. Наши дети и внуки будут иметь настоящее молоко, а не соевую подделку. Они будут иметь возможность правильно интеллектуально развиваться. И что же в этом плохого, если мы эту возможность им дадим? Несколько слов о молоке. Молоко само по себе является как продуктом питания, так и универсальным лечебным препаратом. Практически все, что произведено из молока правильно в соответствии с древними рецептами, является одновременно как пищей, так и лечебно-профилактическим препаратом. Пару слов о сырах, которые вы видите сейчас. Наше хозяйство сейчас зарегистрировало частное предприятие, рабочее название проект ГОПАЛ, и мы производим у себя в хозяйстве сыры семейства ГОПАЛ. Это твердые и твердоплавленные сыры, их несколько наименований. Используется молоко только наших здоровых, радостных коров. Используются закваски, которые произведены и культивируются только в нашем хозяйстве. Используются технологии, которые взяты из старинных писаний и строго с соблюдением этих рекомендаций. Сейчас вы видите перед собой два сыра. Один из них молодой, ему всего два дня. К другому примерно 38-39 суток зрелости. Он покрыт тонким слоем плесени. Это природные пенициллины. Те люди, которые не могут употреблять плесень в натуральном виде, пенициллин, они просто-напросто очищают эту плесень. Но в самом теле сыра остаются продукты взаимодействия молочных, молочно-кислых бактерий, белка и жиров молока с этими природными пенициллинами. Человек, который регулярно употребляет в пищу этот натуральный сыр, практически защищен от таких заболеваний, как ОРЗ, ОРВИ и прочее. Употребление этого сыра просто включает естественный иммунитет организма человека. И не нужны прививки, не нужны колдфлю, парацетамолы и прочее, прочее, прочее. Вот что дает нам простое употребление в пищу правильных продуктов. Не говоря уже о том, что это дает кальций для нашего скелета, это дает белок для наших мышц, и это приятно на вкус, поверьте мне. И во всех отношениях я не вижу никаких противопоказаний для того, чтобы нам не сохранять эту культуру и этот продукт. Через 40 дней этот сыр будет фактически готов к употреблению. Через 70 суток он станет еще вкуснее. Примерно через 120 суток он станет практически прозрачным и будет выглядеть как янтарь. Естественно, каждый из сыров, которые мы здесь производим, скажу для бизнесменов, фактически это патент на сегодняшний день. Аналогов я еще не встречал на Украине, просто мы работали над этим вопросом около 10 лет. Я с детства очень люблю сыры, потому, имея свою корову, я захотел произвести эти сыры. Перед вами сейчас вот скромный результат этих трудов. То, что сейчас перед нами лежит, это результат того, что мы ухаживаем за коровами. Но то, что мы увидим дальше, это та фактическая реальность, которую, я считаю, мы обязаны показать всем людям. И тот, кто имеет глаза, безусловно, увидит это правильно. коровы на сегодняшний момент в целом в бедственном положении. То хозяйство, которое вы сейчас увидите, это хозяйство, за которое отвечаю я, и моя семья, и трое рабочих, которые здесь работают. К сожалению, на сегодняшний момент усилий этих людей не хватает для того, чтобы должным образом поддерживать жизнь наших животных. Что мы смогли сделать? Это организовать кое-какое тепло на зиму для них и обеспечить достаточно калорийные, сытные корма по рациону. В этом отношении наши коровы защищены. Не защищена их старость, не защищен молодняк, не защищено их право пастись на траве. Потому что на сегодняшний момент в нашей области происходят интересные вещи, так или иначе постепенно уходят земли, на которых раньше пастись коровы. Неизвестные нам люди уже приватизировали часть пастбищ, на которых коров не опускают. Эти пастбища или никак не используются, или используются для добычи семян подсолнечника, которые, как мне известно, очень сильно и хищнически нашу землю обедняют. Таким образом, я могу сказать одно, что пока на сегодняшний момент следует констатировать факт, что вопрос опеки коров находится в очень плачевном состоянии. Занимаясь этой темой, я могу сказать одно. Любой человек, который серьезно к ней прикоснется, сразу поймет, что эта тема является всеобъемлющей для жизни человека. тема опеки коров включает в себя экологию, включает в себя медицину, включает в себя психологию, включает в себя семейные отношения, как ни странно, и много-много других аспектов жизни человека связаны с коровой. Почему? Обратясь ведическим писанием мы найдем разъяснение. В самом теле коровы находятся обители полубогов, то есть живых существ, которые управляют разными аспектами деятельности человека. Ну, как, например, ведический царь небес Индра управляет способностью брать и ронять предмет. также богиня процветания тоже находит прибежище в теле коровы. По сути дела, отдав поклон простой корове, как нам кажется, простой корове, мы отдаем поклон сразу всем стихиям, которые управляют нашей жизнедеятельностью, нашим сердцебиением, нашим воздухом, нашей экологией, нашим образованием и нашей психикой. Правильное отношение к такому животному, как корова, правильное отношение дает возможность человеку быть абсолютно счастливым в этом мире, а также достичь цели жизни. Каждый из нас ставит в своей жизни какие-то цели. Эти цели являются промежуточными, они являются достижимыми, они являются эфемерными, иллюзорными, но согласно авторитетных писаний, цель человеческой жизни фактически одна. Вернуться домой, туда, откуда мы сюда пришли. Вернуться обратно к Богу. Корова дает нам возможность начать практику возвращения домой. Она является единственным живым существом на земле, которое носит, которое находится полностью в качестве благости. Качество благости подразумевает полное и безусловное здоровье, подразумевает доброту, милосердие, то есть все те качества, которыми должен обладать человек, приступающий к духовной практике. Все знание, которое необходимо человеку, можно получить, просто ухаживая за коровой. Просто с искренним сердцем, просто с состраданием, просто с участием или установив личные отношения с этим животным. Они все, сколько бы их ни было, точно так же, как мы с вами являются личностями, со своим характером, со своими привязанностями. Они точно так же рождают детей, с которыми не хотят расставаться. Поэтому если мы хотим, чтобы наши дети нас понимали, мы просто не должны разлучать корову и теленка. Он должен расти у нее на глазах. Она должна кормить его своим молоком. Она должна видеть, как он резвится. Многие из вас в прошлом видели кадры кинохроники времен Второй мировой войны, когда воины фашистской Германии разлучали матерей и детей для экспериментов. Существовал детский лагерь Саласпилс, все это знают, существовало свенцем. Ну, давайте сейчас честно взглянем на животноводческие фермы советского и постсоветского пространства. Матерей коров оставляют в достаточно неустроенных холодных помещениях для того, чтобы их эксплуатировать с целью получения молока. Для этого, чтобы молока было больше, теленка от матери отлучают. Мать это видит. С теленком проводятся всевозможные эксперименты. Его пытаются кормить разными сублимированными кормами для того, чтобы он скорее набирал вес, когда он наберет вес, его тело пойдет на прилавок. Из его желудка будет извлечен фермент, который называется сычуг, для того, чтобы производить твердые сыры. Наши сыры произведены на молочно-кислых заквасках. Сычуга мы, естественно, не используем. Я упомянул о концентрационных лагерях Второй мировой войны. Я хочу, чтобы вы поняли, какую параллель я сейчас провожу. Наши фермы сегодняшнего дня очень сильно напоминают концентрационные лагеря, где проводятся эксперименты над животными, над детьми и их безжалостная эксплуатация. это правда сегодняшнего дня. К сожалению. Ну и возможно к радости тех людей, которые склонны действовать. Я по тем или иным причинам отношусь к этому разряду людей и потому практически за каждое слово, сказанное мной, я готов ответить своей жизнью. сейчас 10 голов крупного рогатого скота, как его называют, находятся под моей ответственностью и они переживут свою 13-ю резину здесь. Кормами они обеспечены. Хочется несколько слов сказать о том, что удалось нам создать благодаря своей просветительской работе. Сейчас в городе существует достаточно еще разрозненная и малочисленная группа людей, которые так или иначе причастны к нашему хозяйству. Кто-то из них пытается организовать общество защиты коров как общественную организацию. Кто-то из них просто пытается собирать пожертвования для этого хозяйства, чтобы можно было продолжать ремонт помещений, техники, которые необходимы в этом хозяйстве. То есть люди так или иначе стараются найти себя. Есть маркетологи, которые сейчас занимаются, один маркетолог, который занимается сейчас вопросом сбыта нашей продукции. Продукция является достаточно эксклюзивной. Она практически находится вне конкуренции и потому особых трудностей наш маркетолог не испытывает. На нашу продукцию сегодня есть спрос. Производить ее в необходимом количестве гораздо сложнее. Хозяйства подобные нашим нуждаются в инвестициях, нуждаются в приложении знаний тех специалистов в тех областях, которые я назвал. Это и экономика, и психология, и лечебные практики. Кроме всего прочего, это специалисты в образовании. Таким образом, я считаю, что сказал все, что хотел сказать в общем, нам осталось только лишь, пожалуй, отснять и прокомментировать тот материал, который касается непосредственно жизни коров в нашем хозяйстве. Я благодарю вас за внимание и могу пообещать, что подобные репортажи, а также семинары по разным аспектам животноводства, производства сыров, натурального масла, лечебных препаратов мы будем продолжать, мы будем записывать и будем стараться донести их до широкого зрителя. Мы хотим, чтобы этот зритель был с нами, мы хотим, чтобы этот зритель поверил нам, что мы стараемся для него в том числе, но и мы хотим, чтобы этот зритель также понял, что он в этом мире не является потребителем, что он в этом мире на самом деле находится с одной задачей созидатель. мы все должны созидать нашу хорошую жизнь. И мое предложение улучшить жизнь коров. Кто чем может. Бизнесменов пожертвованиями, экономистов расчетами, проектантов проектами, строителей, стройками. Сегодня мы сделали также кирпич на основе глины и коровьего навоза. Из него в следующем году начинаем строить. Сегодня мы произвели 4 тонны топлива на основе сухого коровьего навоза. Осталось построить котел, и мы полностью откажемся от природного газа. Наши планы построить достаточно благоустроенную ферму, достаточно благоустроенный цех по переработке молока, гостиницу для тех, кто хочет общаться с коровами, но не живет в деревне. Это в наших ближайших планах. Надеюсь на свои усилия, наши совместные усилия и Господа Бога. Я думаю, нам все это удастся осуществить. Благодарю за внимание. Ромашка. Мне нравится звук ее имени. Можно произносить Ромашка. Реагирует она тоже интересно. В свое время ее хотели сдать мельнику, чтобы уплатить в университет за образование сына. Мы вовремя ее купили, она осталась жива. Сейчас она привела уже троих телят. И весело и бодро употребляет в день 20 килограммов сена и 5 килограмм концентрированных кормов. Вот такая хорошая, слегка пугливая. Это зависит от воспитания коровка. Несколько пуглива по природе, она воспитывалась в таких условиях. Но это еще ничего по сравнению с тем, вот выглядывает корова рядом. Зовут ее Гауранда. Забрали из семьи алкоголиков. Корова боится даже одного вида ведра. Она практически не дает молока человеку и бодает всех женщин. То есть доярка ее регулярно била. Мужчин она не боится. Совершенно ласковое животное. я знал ее еще теленку. Но в деревне есть три женщины, которые серьезно пострадали. Таким образом мы можем заключить, что корова имеет определенную психологическую травму. И сейчас она у нас проходит реабилитацию. Человек отела, мы с нее не требуем молока. Она кормит своего теленка. И молока мы от нее не имеем. Вот ее теленок. который все время живет с ней и регулярно ее высасывает. Вот. Сама же коровка очень хорошая. Вот. И надеемся, что года через два она придет в себя и будет давать молоко человечеству. молоку. Да? Да ура. Да ура. Сейчас перед вами галока ближе и дальше гакула. Гакула ровно на три месяца младше галоки. Но она по весу уже обогнала галоку. Потому что гакула ежедневно высасывает молока неизвестное нам количество от своей мамы, которая не доится. Вот это те коровы, которые в трехлетнем возрасте первый раз дадут нам молоко. Мы будем их выращивать до трех лет. Тогда полностью формируется совершенно здоровый организм животного. И то молоко, которое она будет нам приносить, вот это кстати дочка ромашки. Практически генетически передается иску. То есть вы сейчас увидите, что каждая корова по-разному реагирует на человека. Вот корова, которая была воспитана совершенно спокойно. Она просто ждет, что ее придут и погладят. А для той коровы, которая была воспитана в условиях, где ее не любили. Та корова даже генетически передает испуг своим детям. Вот вы видите сейчас, что происходит. Ромашку тоже не очень любили, а это ее дочка. Да? Галоша, ты запуталась, иди, папа распутает. Папа хороший, папа хороший. это Хаста. Этой зимой ему исполнится три года. Он немного ленивый, но в этом году уже принимал участие в посеве люцерны. Для себя любимого. Вместе со своим напарником кунжутом они уже играющись перевозят две-три тонны грузов. Кунжут на папу не прыгать. Папа не для этого. На самом деле это валы. Первые в Днепропетровской области. Других сведений мы не имеем. Рабочие животные, которые к пяти годам смогут перевозить свободно пять тонн груза за одну загрузку. Они также могут пахать, в день вспахать гектар, в пятилетнем возрасте для них будет не проблема. Сейчас мы их воспитываем, они проходят обучение. К обучению относятся очень хорошо, особенно кунжут. А также любят фотографироваться, потому что кунжут знает, какой он красивый. Он очень любит фотографироваться и позировать. также любит обучаться и работать. Хаста у нас теневой бычок. Он любит лениться, кушать и бодаться. Ну, это так он играет. Они еще себя осознают детьми. Они не считают себя взрослыми. Вот. Характеры разные, конечно, но к пяти годам рога у нас будут вот такие. Да, Хаста? Все животные, включая быков и волов, любят ласку, любят заботу и любят кушать. мою звук, любят